Сегодня мы первый раз посетили кафедру лаборатории аэрогидродинамики авиационных двигателей, собственно, где у нас и ведется работа по получению оптимальной математической модели ветроэлектростанции. Поэтому милости просим, заходите и мы сегодня будем смотреть, что там происходит. Вот этот стенд у нас нет, но это вот стенд это все вместе. Вот это в частности, но сейчас он не используется, это тахометр, то есть датчик оборотов. Мы сейчас используем другой бесконтактный, но это тоже был бесконтактный, но он не очень устойчиво на больших оборотах вращается. Сейчас измерение скорости частоты вращения осуществляется снизу, там установлен оптико-электронный тахометр под экраном, имитирующим земную поверхность. Вот и там происходит, собственно, снятие частоты вращения на разных режимах работы ветроэнергетической установки. Ну сейчас примерно 9,5 метров в секунду скорость. Ну это прям очень много. Ну сколько есть. Ну что там? Ну что-то показывать сейчас. Ну видишь, это сейчас надо бегать, выключать все лампады. 4 тысячи оборотов сейчас. Ну а вот тут ветряки, которыми мы давно-давно занимались. Вот слева с голым турсом, это я. Вот когда мне было там лет 35, наверное. То есть это 25-летней давности фотография. А вот это вот тогда молодой инженер, а потом он был директором авиаремонтного завода 401-го у нас в городском вертолёт ремонтном. А сейчас он вообще в Севастополе директор аналогичного завода. Вот мы вместе с ними делали вот такой вот вертикальный всего ветряк. Ну вот здесь это ещё стадия монтажа, собственно, крыльевой системы ротора. А здесь под ним располагался электрогенератор, всё это дело зашивалось. Ну всё равно, конечно, не уберегли его там. Он работал от случая к случаю в экспериментальных целях. Ну а так как он стоял на отшибе, то его постепенно, так сказать, раскорючили, разломали, и никто его, так сказать, не спас. Вот так вот это что-то. А вот эти два здания ещё вы продавали. У вас где-то тоже макет стоит? Вот эти, которые сегодня. Что, глянем тогда? Значит, вот это, наверное, самый крупный из объектов, которые мы продували. Это вот в этой вот большой аэродинамической трубе. К сожалению, в последние месяцы у нас тут определённые там аварийного характера в ней возникали ситуации, поэтому ещё там не до конца всё сделали. Но, тем не менее, значит, вот это вот два небоскрёба по нашим меркам, 35 примерно этажных, которые собирались строить в городе Красноярске. Эти тоже эксперименты вот мы проводили. То есть тоже при разных направлениях ветра. Вот видите, круглая правоплощадка, она установлена на экране вот в этой трубе, и поворачивая её на разные углы, мы под разным ракурсом, по разным направлениям ветра, всё это дело исследовали. Ну вот такая вот работа. Лет, ну, наверное, ближе к десяти тому назад мы её проводили. Пока, пока это всё, это уже пока настолько новое, что мы ещё много вопросов, конечно, есть. Ну, конечно, это будет здесь. Это какие-чем плохие, что они и фразвук, и кое-что даже воссодействует. Ну, и фразвук – это вот горизонтальная оси, вертикальная, она лишена этого, инфразвука, но она шумит. Но мы же закроем ту часть, которая сопротивляется потоку, мы же её закроем аэродинамическим щитом, поэтому звука у нас не ожидается, не предполагается. Ещё у нас оборотов-то будет пять в минуту. Откуда ему взяться та шума? А это же у нас монстрическая такая конструкция. Вот крыльевка, целая оси, входит в скорости, в скорости, в скорости. Ну, так это у них, у горизонтальных осей, а у нас вертикальная, и у нас огромный радиус, поэтому у нас там пять оборотов. Большие пруды не будут. Не будет, ну, поэтому, и плюс мы ещё закрываем ту часть, которая же у нас сопротивляется потоку, и, соответственно, всё в потоке движется. Хотим добиться того, что тут должен быть идея ещё, да. А так всё можно повязывать в быту, и ещё и останется. Останется, да? Да, да, чтобы кто-то водоражил. Ну вот, водоражим, как можем, да.